Посмотри, дети поубивались. 30 мая этого года эти кадры потрясли всю страну. Возле торгового центра в Барнауле перевернулся батут. Две девочки получили серьезные травмы. Стало ясно, за халатность взрослых не должны платить дети. Так, алтайские единороссы предложили вынести инициативу на федеральный уровень. Это поправки в статью КОАП, которая предусматривает административную ответственность за нарушение правил госрегистрации аттракционов, а также дополнение в статью за нарушение требований к их техническому состоянию. На самом-то деле у нас есть здесь большой определенный правовой пробел с точки зрения регулирования этой деятельности. Надо смотреть, то ли специальный орган должен быть, то ли специальная инспекция. Нам просто нужно обратить внимание на то, что на аттракционах должно быть детям прежде всего безопасно. И они должны быть проверены, прежде чем нога ребенка вступает на батут, либо иной вид аттракциона. Это лишь одно из предложений, которые фракция «Единая Россия» представит на сессии АКЗС в конце августа. Большой блок инициатив коснется социальной поддержки. Например, депутаты предлагают возобновить индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров. Также установить единые критерии поддержки многодетных семей. И определиться со статусом «дети войны», чтобы наконец-то избавиться от путаницы, кто же может считать себя таковым. Мы считаем, что определения категории граждан «дети войны» должны быть едины на федеральном уровне. А также определены базовые меры социальной поддержки для данных категорий граждан. Еще один важный вопрос для жителей края – газификация. Мы вышли с инициативой, которая поддерживает инсерктиву, чтобы была компенсация 20 тысяч рублей, а с 27 медиций мер поддержки для уже устройства на зеленых участках. Также мы хотим выйти с расширением количества годников, получателей данного услуга. Впереди обсуждение инициатив с коллегами из других фракций, продвижение инициатив на разные уровни – в Госдумы, правительства и регионы. Мы не скрываем, что мы предложили фракциям краевого законодательного собрания также присоединиться. Ряд законодательных инициатив мы будем рассматривать совместно с фракцией ОЗБР, одну и сзадиус со всеми тремя оппозиционными фракциями. В чем уникальность ситуации? Наверное, впервые за всю историю СОЗОВа целый ряд законопроектов поддерживают и выдвигают все фракции законодательного собрания. Так, например, инициативу по детям войны сейчас уже поддержали и Единая Россия, и Коммунистическая партия, и Справедливая Россия, и ЛДПР. Целый пакет законопроектов сегодня рассматривается в единении всех фракций законодательного собрания. Добавим, с новыми инициативами будут работать уже депутаты нового, восьмого СОЗОВа АКЗС, финальная сессия этого собрания состоится в конце августа. Ирина Корчагина, Данил Захаров, День с толком.